во имя отца и сына и святого духа аминь проповедь из книги лапкин и 22 стих и выйдя оттуда иисус удалился в страны тирский и седонский и вот женщина хананьянка выйди из тех мест кричала ему помилуй меня господи сын давидов дочь моя жестоко беснуется откуда она знала что он господь или она просто господин им его называла но то что он сын давидов это определенно значит она иностранка от какого-то это слышала от какого-то человек это слышал когда приходишь к начальству и нужно написать заявление то спрашиваешь у секретаря или у тамошних как оформить шапку завал заголовок на бумаге как полное звание их начальника видимо хананьянка слышала или спросил у учеников как его величать могли бы сказать что он сын иосифов но молва усвояла ему отчество более знатного предка вряд ли она знала что-то про давида или про обетование данной израилю что от него произойдет спаситель мира помилуй меня господи сын давидов как тебя помиловать или дочь а вот у кого ребенок нездоров то мучения родителей соединяются со страданием детяти и он златоуст подробно описывает страданий таких родителей когда чадо их беснуется они тащит его на вершины гор живущим там отшельником думаю помочь ему когда ребенок ведет себя безобразно перелазить через все нравственные преграды закончив университет в блудилищных домах проводит ночи родителям мало о том беспокоиться и думают что ничего особенного он не сделал не украл так живет вся молодежь вот придет время повзрослеет перебеситься остепениться женится и будет как у всех будет нормально будет все хорошо без спокойствам нет места вроде бы женится бы все перемелет не венчание царством небесным но с такой же гнилушкой грешницы которые еще глубже потянет его господь не отвечает ни слова страдающей душе пусть она хана не янка но и и ты же сотворил ученики могли попросить его господи ты же всегда отвечал на страдания несчастных а почему же здесь молчишь он же через эту просительницу доводит своих учеников до совершенства он-то знает ее и учеников своих недалеко то время когда против него будет выдвинуто уголовное преследование и одно из обвинений как раз может заключаться в том что он еретик что он знался с язычниками молился с еретиками и прочее чем так богат будет путь обвинителей лицемеров в церкви его свидетели вспомнят что хана не янка очень даже кричала а он не отвечал эти свидетели покажут что он закон не нарушил христос здесь проходит как патриот амра авраамов сын стиль 23 но он не отвечал ей ни слова и ученики его приступив просили его отпись отпусти ее потому что она потому что кричит за нами у нее крайняя нужда и она как бы отталкивает всех этих секретарей рвется к самому начальнику на днях нам в лагерь приходит жительница деревни и просит лука а на дворе середина лета спрашиваю почему же у ней нет ничего лето проходит скоро общего урожай собирать а в огороде у вас просителей все заросло бурьяном зайди на наш лагерный огород подивись чего там только не растет помидоры баклажаны перец дыни огурцы арбузы свекла лук чеснок и горох в саду облепиха и прочее и до травинки все вылезано на десятки раз прополото и столько всего на поверхности земли и под землей что и приехавшим переселенцам хватит и обслуги и друзьям трудиться нужно в поте лица не шататься по дворам искать кто кого бы осудить только сказал и об этом как она в ответ скрысилась тогда ничего не надо развернулась и гордо удалилась самость сирахова 25 глава 3 4 стих возненавидела душа моя и очень отвратительно для меня жизнь надменного нищего ты нищий и у тебя нет иной задачи как получить желаемое без чего тебе трудно как же ты можешь на любое пусть даже и горькое замечание дергаться и презрительно относиться к тому кто тобой уже избран стать твоим благодетелем а это все мечет прочь от себя ничего не хочу вы меня упрекаете мне это поперек горло стоит да какая же тут вера и и еще есть собакой ленивый не обозвали а желают подвигнуть на смирение она буйствует хананьянка помнят объяснований своей дочери и вновь бросается господу есть и другие примеры нам непонятные так возьмем в пример себе хотя бы эту язычницу или она для тебя недосягаемая так в чем же твоя вера и где ее проявление мне нужно получить желаемое я поломаю все преграды отброшу гордость и только вы получить просимое только бы зарезу его ухватиться только бы прикоснуться к нему ученики начинают ходатайствовать за нее все святые молите бога о нас никакого ответа нет господь отвечает на запрос учеников стих 24 он же сказал в ответ я послан послан только к погибшим овцам дома израилева у меня такие полномочия от отца небесного я не имею иных полномочий чтобы бросать три миллиарда рублей на восстановление потеряевки просите бог силен дать средства на восстановление прудов и садов экскаваторы и трактора с комбайнами могут тут быть у тебя задача получить почаще перед иисусом на колени падай начинается вторая ступень ответ очень строгий и надежда на получение пока не предвидится я послан только и никому больше потом ученики будут вспоминать эти слова христа особенно когда другие будут обвинять их учителя сначала он не отвечал а теперь словами подтвердил свой курс стих 25 26 она подойдя кланяясь ему и говорила господи помоги мне он же сказал в ответ не хорошо взять хлеб у детей и бросить сам третий этап представь что если бы кто нам отвечал так да тебе давать не стоит ты тварь такая вредная ты неблагодарная попрошайка да как же ты посмел меня так называть я же верующая во мне образ божий одно слово скажешь и уже не выдерживают ах вот где их горе беснуется сама просительница иисус ее перед всеми свидетелями как бы поносит как бы называя ее псом шавкой недостойным его милости стих 27 она сказала так господи но и псы едят крохи которые падают со стола господ их она мгновенно согласилась с его характеристикой выданной ей целую твое верное определение моей сущности да я собака не подойди ко мне закусаю любого а могла она выдать такое ученика это я то пес а вот на базаре ваши стоят они же всех обобрали открыли банки мы работаем на них по всей стране там ни одна деньги не вернулась за теленка евреи же самые крастолюбивые жадные до беспредела ваши жиды и не дети а самые настоящие псы смердящие вам еще далеко до нас посмотри какие у нас правила какой моральный кодекс строители коммунизма хананейского посмотри какая у нас строгая дисциплина в китае наркоманов вешают а у вас распустили на улицу не выйдешь милиция наркоманам помогает у среди азиатских народов законы много строже наших попробуй выйди их женщина в платье таком разрезанном или выше колен там скоро получат палками это тут они на базаре ведут себя так разнузданно и ничем не отличаются от колхозных жеребцов они тут на нас стали похожи мы им дали волю а в афганистане фотограф сделал снимок стоящих в отделении в чадрах девушек тут же две отделились и подойдя попросили засветить пленку мотивируя тем что их исключат из университета за аморальное поведение а их лица даже и не было видно похоже на нас тут только объяви конкурс на модель и уже почти все разделись до трусов фотографируй во всех проекциях печатай во всех журналах стих 28 тогда иисус сказал ей в ответ о женщина велика вера твоя да будет тебе по желанию твоему и исцелилась дочь ее в тот час ученики могли бы подумать а если бы их признал он не господами то смогли бы они удержаться рядом с ним примени это к себе беснование это когда в человека входит демон лукавый падший херувин есть явные признаки а есть очень много признаков временной одержимости тихого помешательства пророк захария 12 глава 4 стих в тот день говорит господь я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумия а на дом иудин отверзу очи мои всякого же коня у народов поражу слепотою сегодня бешенство проявляется в желании воцарить императора и этим больны священники любыми путями лишь бы у нас был император восстановить величие старой былой россии это бешенство слово бешенство говорит о неукротимой ярости на неделе произошла у нас самая настоящая драка среди учеников ваших брат ударил родную сестру старше его я исследовал расспрашивал всех свидетелей учителя говорят что хулиган христианин вел себя как неистовый так бил ее в живот ее ударил и вид его был абсолютно ненормальный а парнишка такой приятный на вид такой упитанный ухоженный скромный понимают ли родители что это одержимость временное помрачение в страх пришли и учителя а ведь сколько же было перед ним преград когда человек желает сделать подобное зло он выискивает узкое темное место чтобы не было свидетелей не при свете дня кроме сего тут стоят взрослые и не чужие даже его учителя и другие дети и при том нет никакой причины не за правду вечную он взбесился и другие остановились остановить его не могут так он распалил себя любую своим превосходством и силой и бьет не чужого человека врага а при том девочку да еще и родную сестру свою слабейшее тебя создание и он мгновенно все это проскочил и уже на стороне дьявола яростно творит волю человека убийцы и молотит ее сколько есть его 14-летнем откро откормленном теле сил и сколько раз он ее ударил он даже и не помнит я криком кричу беда это страшная тревога это такое у вас не с одним учеником другой почти тоже творит со своими товарищами а оба еще только первоклашки другой пинает по ногам и вы ничего этого не видите так кто же вы посещающие храмы причащающиеся из чаши христовой вы сами то под каким духом дети бешеные это подрастает новый чикатило вы на меня не злитесь что я вам тут в храме все это выговариваю а то сами будете такие и может не цельно евангелие от луки 6 глава 11 стих они уже пришли в бешенство и говорили между собою что бы им сделать с Иисусом и когда-то же это зарождалось не в один же день сделались такими похожими на бесенят смотрю сейчас во время богослужения один другого ударил ногой хотя тот не мешает ему и вы рядом стоите столбами и того даже не видите слушайте слепцы вас Бог будет проверять за ваших детей спрашиваю после службы зачем же он пинал стоящего рядом и делал так незаметно вроде бы все слепые а я тогда тут для чего и не могут ответить молчат как аспиды глухие он наглый он не знает что сзади него стоит старший и вы ничего не видите только потому что ревности в вас нет нет огня божественного потому что и здесь вы в огне может же ребенок десять минут на святом месте спокойно постоять если не приучите их благоговейно вести себя в храме то вы лишитесь их они восстанут на вас на вас наглецы не могут они всю службу стоять то пятнадцать минут пусть постоят в страхе Божьем а потом пусть выйдут и играют в футбол если уж не сумели приучить богослужению чад своих не в храме же это делать давайте детям посидеть отдохнуть им тяжело такую непонятную тяжелую для них службу стоять среди нас мы теряем детей они не могут любить то что и мы не полюбили и что нам приносит тягость возрастите в детях благоговение перед храмом от неблагоговения и рождается бешенство решив уничтожить евреев язычники напоили вином клонов виноградным соком чтобы они растоптали всех очень интересно с а начальствующие нас слонами приведя зверей можно сказать бешеное состояние благоуханным питьем вина приправленного он чтобы лад лад тонн лад и это Продолжение следует... У нас же есть этот опыт, что если дети приезжают из неверующих семей и не причащаются, то мы трудимся над ними более успешно. И в конце года результат с такими лучше, чем с детьми из верующих семей. Чемпионом по наказаниям и нынче тот в лагере, кто причащается. Они не знают никаких границ. Сказал ему, в этот дом не заходить. Смотрю, а он уже оттуда выскакивает вчера. На нем еще слоны не топтались. Последние исследования показали, что чуть ли не 80% программистов по компьютерам одержимы. У нас есть два программиста в общине. Нужно хранить их, ибо у них болят головы. Одержимость постигает людей, которые недостоинно причащаются. 1 Коринфянам 11.30 Оттого многие из вас немощные и больны, и немало умирает. У них появляется дерзость. Пророк Исаия 52 глава 5 стих. И теперь, что у меня здесь, говорит Господь, народ мой взят даром, властители их. Неистуют, говорит Господь, и постоянно всякий день имя мое бесславится. Безбожники, коммунисты уничтожали верующих в ярости, ибо они людоеды и бесноватые. Псалом 7 стих 7. Восстань, Господи, во гневе Твоем. Подвигнись против неистовства врагов моих. Пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Враги, видя дела верующих и слыша их речи, тоже считают их ненормальными. 4 Царство 9.11 И вышел Иеуй к слугам Господина Своего и сказал ему, «С миром ли? Зачем приходил этот неистовый к Тебе?» Пришла перестройка, и разверзлись ничем не сдерживаемые страсти блуда волшебства. 2 Петра 2.7 А праведного лота, утомленного обращением между людьми, неистово, развратными избавил. Покупают младенцев богатые изверги и блудят с детьми двух лет, пока тенью не умрут в муках. Безумство постигло человечество. Молитва – это не только здесь и дома стоять, даже благоговейно. Это слышать голос Божий, когда сказанное есть, и оно для полного сокрушения. Представим, что Господь сказал хананьянке, «Да ты не молилась об исцелении. Зачем пришла сюда? Как далеко многие стоят от этой хананьянки? Когда я сказал отцу дерзкого ребенка, что он с детьми не молился, то как взыграла их воспитательница, услышав это? Если на такое замечание приходят в бешенство, то какие еще доказательства того, что вы одержимы?» В отвес услышал за собой, смотри. Не только дети, но и многие взрослые имеют явные признаки одержимости. Если ты дико вращаешь глазами и доказываешь до хрепоты, что ты не такой уж плохой и дети твои совсем хорошие, то значит и Библию ты не читаешь. И Бога не знаешь. Сделай первый шаг. Отвергни себя. И тогда попытайся второй шаг. Нести поношение и укоризны. Это же крест наш. Тогда уже как христианин можешь пытаться следовать за Христом. А то я христианин. А первые два шага еще не сделал. Хороший пример. Обвиняют Ауа Гафона и обозвали блудником. А он к женщине и не прикасался. Но тут же согласился, что он блудник. Евангелие от Матфея, 5 глава, 28 стих. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И что бы ни сказали ему, он виновным себя видит в том, кроме обвинения в ереси. Если бы отрок удар не рассчитал, то уже он убийца. Силу удара ты не определишь. Ибо в теории ты хотел же сильнее ударить. И где предел этой величины?» «Конечно, чтобы убить. А нижняя шкала – это улыбка и молитва за ударившего. 1 Иоанна, 3,15. «Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной. В нем пребывающий. Вам плакать и рыдать надо, слыша это, а не дремать. Уже сегодня нужно криком кричать о беде. Я и кричу даже в храме. Сегодняшнее чтение – обесноватый это о нас, живущих здесь. Нам не хватает веры в анониянки. Благословен Господь, возвестивший нам великое слово Святой Библии. Аминь». Проповедь, братья, спаси Христос.